Ну что, всем привет, мы в Одессе, наконец-то долгожданный отдых. Я буду снимать влог полностью, каждый день, буду всё показывать, как мы здесь отдыхаем, чем питаемся, чем занимаемся. Я хочу взять вас вместе с собой в свой отпуск. У меня здесь ножик и вилка стоят не просто так, я заказала себе голубую лагуну и салат Цезарь. Я Цезарю никогда не изменяю. В общем, вам хочу пожелать приятного просмотра этого влога. Моя голубая лагуна, мамино шикарное итальянское вино, чистейшее море, как я тебя уже давно ждала, и невероятно красивое небо. Я не могу просто нарадоваться, поэтому, так говорю, мы отдыхаем. Я решила при вас испробовать голубую лагуну. Вкусно и, кстати, без алкоголя. Вы же помните, что я не сплю? Что я не сплю, хотела сказать. Что я не пью, хотела уже сказать, что я не сплю, но нет. В общем, мы отдыхаем, я так этому всему рада. Я всегда выбираю только Цезарь. Я не изменяю этому салату. Я в этом плане люблю не менять на что-то новое. Постоянно беру только Цезарь. Это мой самый любимый салат, поэтому знайте. А сейчас мы здесь его и спробуем. Знаете, закат это, конечно, хорошо, но холодно, капец. Поэтому, наверное, мы уходим. Второй день, и у меня снова коктейль. Сегодня это клубничный поцелуй, потому что меня отдают клубникой. На самом деле название коктейля фруктовый поцелуй. Посмотрите море. Оно чистое, но шторм. У нас сегодня ветер 35 км в час. Ночью был очень сильный ураган. Я просыпалась от сильного грома. Я, наверное, такой гром за всю свою жизнь не слышала. Гром, ливень. Но сейчас вроде распогодилось. Но, опять же, вы видите, какой сильный ветер. Когда буду впервые в этом году входить в воду морскую, обязательно вам это сниму. Первые фоточки сделаны. Надеюсь, они удачные, потому что тут ничего не видно. Мама меня сейчас уговаривает, чтобы я села на берегу. У меня и так холодно. Что? Кстати, она классная, чёплая. Сейчас будет первый заход в воду. Так, перекус. Картошка фри и кетчуп. Наггинсы с огурцами и тоже с кетчупом. Суп. Абулочки. И фруктовый поцелуй-коктейль. Безалкогольный. Нас до сих пор шторми. Взяла себе читать на пляж Пелевина «Непобедимое солнце». Это роман его, 700 страниц. Я уже прочитала «Тайные виды на гору Фудзи». Я вообще решила ознакомиться с современниками. Мне нравится, как пишет Пелевин. Я, в принципе, сама по себе не такой уж консервативный человек. Не вижу ничего плохого, когда в современной литературе там встречаются где-то маты, какие-то современные речевые обороты. Мне это всё нравится, когда это уместно и когда это со вкусом. У Пелевина всё именно так. Я решила, что вообще хочу за отдых, за эту неделю добить, так скажем, эту плю. У всех улетают зонты. Солнце палящее. Никто практически не купается, потому что, несмотря на то, что такой ветер, то море всё-таки грязное. Водоросли сейчас из-за того, что шторм. Но я надеюсь, что завтра, послезавтра уже будет всё отлично. Вот, а я пока загораю. Хочу, чтобы наконец-то... Ну, я не люблю загорать лицом, когда я такой сильный, сильно тёмная. Но мне хочется, чтобы чуть-чуть такой шоколадный оттенок присутствовал. Это уже третий день нашего отдыха. Мы прибыли на новый пляж, который называется Кораблик, если я не ошибаюсь. Взяли три вот таких диванчика. Я хочу сказать, что, наверное, это один из лучших пляжей, на которых я, в принципе, была в Одессе. Он мне очень нравится. Сейчас я покажу вам вообще зону, которую мы взяли. Я, видите, уже подзагорела. Вот, мы ещё не купались. Сейчас я вам, собственно говоря, всё покажу. Но пофоткаться-то я уже успела. Вот, смотрите, получается вот такая зона. Три диванчика. Зонт, ресторан и вот как раз-таки море. В Одессе называется Кораблик. Так, я заказала себе ягодное смузи. Сейчас будем пробовать. Тут у меня даже как будто роза. Кисловато, но вкусно. Такой витаминный комплекс сразу чувствуется. Казалось себе, цезарь с креветками. Сейчас будем пробовать. Ранее я ела только с лососем, с морепродуктами и с курицей. Копчёной и обычной. Сейчас будем пробовать. Креветки вкусные. Бомба. Сейчас лежу, наслаждаюсь видом. И хотела бы поделиться с вами, какие сейчас принимаю биодобавки и витамины. С недавнего времени я решила принимать лецитин. Его нужно принимать два раза в год. После того, как я... Или перед, даже перед тем, как я переболела коронавирусом, я принимала лецитин. Или после. Я уже не помню. В общем, это было в районе января месяца. Сейчас снова же купила канадский лецитин. Буду принимать его полтора месяца. Также купила витаминный комплекс от Ада Цинка, по-моему, от Допил Герц. И принимаю сейчас также витамины для волос от Пантагар. Я фоточки все обязательно прикреплю. Хочу посмотреть через полтора месяца, как изменится состояние волос. Потому что я знаю, что на моем канале очень многим эта тема интересна. Вдруг, если я забыла об этом рассказать, обязательно пишите мне в комментариях, и я обязательно отвечу, каков будет результат. О, кстати, я же хотела с вами поговорить на одну тему. Вчера выставляла в Инстаграм-сторис. Я увидела, что на Олимпиаде по художественной гимнастике впервые выступил мужчина. Вы представляете, впервые. Это выступление я даже сейчас, может быть, прикреплю. Как вы к этому относитесь, спросила я в своем Инстаграме. Хотела бы спросить у вас мнение здесь в комментариях. Если честно, вопрос очень спорный, как я считаю. Потому что художественная гимнастика – это все-таки женский спорт. Но с другой стороны, ведь женщины тоже играют в футбол, скажут другие. Половые грани вообще стираются. По моему мнению, это все-таки хуже. Потому что, действительно, мне, например, не нравится, когда девушка играет в футбол. Но это, конечно же, дело каждого. Точно так же, когда мужчина в шпагатах крутит все эти повороты с булавами в женском костюме. Мне это кажется некрасивым. Вся энергия в этом и эстетика теряется. Но, опять же, здесь найдутся те, кто поспорят. Но для меня конкретно вот так. Я не протестую особо, но и не фанатик этого. Не считаю, что это как-то супер красиво. Для меня все-таки он, когда выступал, я же посмотрела. И посмотрела со своей профессиональной точки зрения. И считаю, что все-таки мужчина есть мужчина. И он, как бы так сказать, дубоват. Как ни крути, все равно, ну, мужчина, он не будет таким гибким, таким пластичным. И так изящно выступать на гимнастическом ковре. Это мое мнение. Я считаю так. А как считаете вы, пишите в комментариях. Сегодня, кстати, четвертый день отдыха. Я сегодня ровняла свой загар, потому что у меня вот здесь одна сторона была красная. А вот тут, ну, такая, не сильно красная. Кстати, кто будет спрашивать, какой защитой пользуются. У меня вот такой SPF 50. Вот таким сейчас пользуюсь. Но вроде как хорошо. Сегодня пользуюсь первый день, потому что привезла его в Киев. И забыла вообще о его существовании. Планы поменялись. Я сейчас взяла себя мачо, мачо-лате и чизкейк. Так, в стеклянной баночке. На этом, наверное, будем заканчивать. Потому что и так я уверена, что длинный ролик получился. Спасибо большое, что посмотрели. Кстати, послезавтра уже уезжаем.